Здравствуйте, друзья! Уже больше 300 лет главы Тамбовского Спасо-Преображенского Кафедрального Собора возвышаются над городом, знаменуя собой величие и мощь старинного русского города, основанного некогда на границе степи и леса для защиты от диких орд-кочевников. Символично, что храм был освящен в честь преображения Господня, так как этим утверждалась миссия молодого русского государства, призванного нести свет Христовой веры язычникам и преобразить дикий необжитый край, который много позже станет православным оплотом государства и его житницы. Древнейший храм Тамбова, заложенный святителем Петеримом в 1694 году на месте деревянной преображенской церкви крепости Тамбов. Собор неоднократно перестраивался и сегодня представляет собой пятиглавый крестово-купольный храм в два этажа, сочетающий элементы барокко и классицизма. Имеет четыре престола – преображение Господня, Благовещение и в честь святителей Петерима и Николая. В нижнем храме располагается рака с мощами святителя Петерима, его филонь и икона Божией Матери Девпетеровская, принадлежавшая святителю. Верхний храм расписан в академической манере фресковой живописью начала XX века. Притвор и лестница верхнего храма расписаны сюжетами из жития святителя Петерима. Для Тамбовского края одним из его молитвенных заступников и покровителей является святой епископ Петерим. Святитель Петерим силой своей веры и богоугодной жизнью привлекал и привлекает особенное благословение Божие к нашей земле. Студенный зимой в древнем городе Вязьме в Смоленской губернии в 1644 году родился святитель Петерим. При крещении младенец получил имя Прокопий в память преподобного Прокопия Дикаполита. Известен был город Вязьма особым благочестием и верой святой крепкой. Семья святителя была добрая, набожная, родители растили детей своих в строгости, обучая грамоте. Одаренный от природы высоким умом и тонкими чувствами, Прокопий всем сердцем полюбил церковные богослужения, храмы родного города, как дома Божие. Любознательного мальчика отдали в школу, где раскрылись его таланты в пении церковном, а потом и в церковной живописи. При этом в Прокопии рано появилось желание к подвижнической жизни. Он строго соблюдал посты, любил молиться. В городе были не только храмы, но и монастыри. С детства мальчик видел трепетное и глубоко уважительное отношение горожан и родителей своих к монахам. Уже тогда Прокопий мечтал о тихой подвижнической жизни вдали от мирской суеты. По прошествии нескольких лет, став юношей, Прокопий попросил благословения родителей на ионический подвиг. Родители благословили его на поступление в монастырь. Для трудов духовных была избрана обитель предтечи Господня Иоанна вблизи родного города Вязьму. С детства, преисполненной смирения и искреннего стремления к Богу, Прокопий дал волю своей пламенной душе, молясь устами и сердцем, соблюдая строгий пост и воздержание. При этом он выполнял все монастырские послушания. В свободное время юный послушник проводил за чтением священного писания, житий святых угодников Божиих и наставлений отцов церкви. 20 лет от роду Прокопий принял монашеский постриг с именем Петерим. Духовные труды монаха были замечены настоятелем монастыря, и Петерим становится чтецом, потом иеродьякомом и иеромонахом. Все, что не делает Петерим, все у него получается. К 30 годам Петерим избирается собором иноков настоятелем обители. Под руководством богомудрого наставника обитель процветала. Настоятель Петерим показал себя опытным строителем, благоукрасителем монастыря. Тамбовский край в те далекие времена был слабо просвещен христовой верой. Проживали на земле тамбовские язычники, раскольники, беглые люди. Для спасения людей необходим был архипастырь благочестивый, мудрый, деятельный. Таковым и явился архимандрит Петерим, настоятель Иоанна Предтеченской обители в городе Вязьми, избранный на тамбовскую кафедру в 1685 году. Он прибыл в Тамбов смиренно, рано утром, до восхода солнца, чтобы успеть отслужить раннюю литургию. С собой епископ Петерим по преданию привез несколько образов Матери Божьей. Один из них – Тамбовская икона Божьей Матери. Она была первоначально поставлена на вратах города с юго-западной стороны. Сам образ был точной копией Ильина Черниговской иконы, хранившейся в соборном храме города Бельска, который расположен недалеко от родины святителя города Вязьми. Попав в Тамбов, она постепенно приобрела наименование Тамбовской и стала отличаться от Ильинско-Черниговской тем, что по обе стороны от Богородицы появились изображения святой мученицы Евдокии и святого Алексия, человека Божия. Как предполагают, это святые покровители родителей святителя Петерима. Другая икона – Девпетеровской Божьей Матери. Она была родительским благословением святителя и всегда находилась у него в келии. По смерти святителя этот святой образ был передан в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Тамбова. Свидетельства очевидцев с достаточной полнотой отразили облик епископа Петерима. Светитель был роста более чем среднего. Соответственно, росту широк в плечах и виден. Волосы на голове темно-орехового цвета с небольшими сединами, довольно длинные. Борода длинная, довольно широкая. Цвета также темного. Глаза большие, светлые, проницательные. Взор святителя, исполненный благочестивых дум, выражал в одно и то же время благочестие, кротость, доброту и вместе с тем полную холодность к миру. Тамбовская епархия во многом благодаря святителю Петериму стала одной из самых крупных епархий по приходам и по святым, вышедшим из этой земли. Все сведения о жизни и подвигах святителя говорят о том, что это был святой уже при жизни. Он ездил на простой телеге, никогда не заботился о своем комфорте. Его отличала доброта, человеколюбие. Он общался с людьми, как брат, друг и обладал необыкновенным обаянием. Мог найти с любым человеком общий язык, умел убедить и зажечь и очень много времени отдавал, работая с детьми. Есть свидетельства о его колоссальной силе духа. Отличался святитель обширными знаниями, талантами в иконописании, церковном пении и, несомненно, многими подвигами монашеского жития, за что и был рукоположен в возрасте 40 лет воепископа, патриархом и акимом. Тамбовская епархия, в которую прибыл Петерим, была весьма обширна, но страдала от нищеты, а главное в народе царили неверие и безнравственность. Большей частью язычники, мордва, черемисы, мещера, татары, которые вообще ненавидели христиан. А те, кто считался христианами, были в основном раскольниками-дебеглыми или ссыльными преступниками. С первых же дней епископ Тамбовский Петерим неустанно стал трудиться на ниве просвещения народа, укреплять в вере обращенных членов паства. Святитель Петерим заботился о строительстве храмов по всей епархии. Особым попечением святителя стало строительство каменного Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1694 году. Причем он не только руководил, но и сам работал руками не меньше любого строителя. Устроил специальную школу для священнослужителей, чтобы взращивались в ней достойные пастыри церкви. Обустроил Большую Библиотеку Духовной Литературы. Созидая храмы, украшая их, святитель заботился о благогафейном совершении служб, стройном пении, внятном чтении. Чтобы паства сознательно прониклась духом благочестия, святитель Петерим создал две обители – Трегуляевский мужской и Вознесенский женский монастырь. Для женской обители святитель вызвал к себе из Вязьмы свою сестру в постраде Екатерину и возложил на нее труды создания нового монастыря. Место было избрано на левом берегу реки Студенца. Вскоре был выстроен деревянный храм во имя Вознесения Господня. Почти одновременно с женской обителью архипастырь основал мужской монастырь в лесу. Чтобы не ошибиться в выборе места, епископ Петерим пригласил святителя Митрофана Воронежского. Святителей связывала крепкая дружба. Святитель Петерим любил уединяться для молитвы в Тамбовские леса. Вот и задумал святитель основать обитель мужскую в лесу. Приглянулось ему место в семи верстах от Тамбова. Своими мыслями епископ Петерим поделился с епископом Митрофаном, прося его благословения. Уединенное место в лесу понравилось святителю Митрофану. В память о своей любимой Вяземской обители святитель Петерим осветил новую обитель в честь предтечи и крестителя Господня Иоанна. Место было освящено 15 сентября 1688 года. Там же был ископом святой источник. Жил епископ Петерим недалеко от Спасо-Преображенского кафедрального собора. Рядом с домом святитель собственноручно выкопал колодец, который стал его любимым местом уединенной молитвы. Всю свою жизнь святитель Петерим горячо молился преподобному Прокопию Дикополиту, прося его помощи и заступничества. От последних годов земной жизни архипастырь занимался строительством Нижнего храма Тамбовского кафедрального собора. Святитель спешил отделать южный предел храма, и когда он был готов, епископ Петерим сам осветил его в честь угодника Божия Николая, мирликийского чудотворца, и приготовил место для своего вечного упокоения у южной стены близ алтаря. Тамбовская паства осиротела 28 июля 1697 года. Угодник Божий отошел к своему Творцу в день празднования особо чтимой им при жизни чудотворной иконы Смоленской Божьей Матери. Похоронен святитель был в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Почитание его начало складываться сразу по его кончине. И в XIX веке покровительство Спасителя Петерима открылось уже очевидным образом в чудесных исцелениях болезней, от которых отступалось врачебное искусство, и которые врачевались мгновенно при гробнице епископа Петерима по одной вере в его молитвы. Слава о чудесах, совершавшихся по молитвам к святителю, быстро распространилась за пределы губернии. В 1832 году в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была заведена книга для записи благодатных исцелений, происходивших у гробницы святителя Петерима. В этой книге к концу XIX века содержалось уже более 250 свидетельств о благодатной помощи, полученной верующими. В фонде редкой книги научной библиотеки Тамбовского областного краеведческого музея хранятся два уникальных рукописных книжных памятника середины XIX столетия. Один из них называется «Описание чудес святителя Петерима II епископа Тамбовского с кратким сведением о его жизни». Вторая книга называется «Запись о чудесах святителя Петерима II епископа Тамбовского». Вот эти ценнейшие источники до настоящего времени не были опубликованы. И у меня в руках издание, которое как раз объединяет вот эти две рукописные книги. Она уникальный памятник по истории Тамбовской епархии и не только. Каждый день, а иногда и по несколько раз в день, на гробнице епископа служились заказные панихиды. Рождущие получали исцеление от болезней, порой в безнадежных случаях. К святителю Петериму обращались не только жители Тамбовской губернии. По его молитвам получали исцеление и жители городов и сел, расположенных за сотни верст от Тамбова. Иногда к святителю обращались и представители других христианских конфессий. Часто во время богослужения страдавшие каким-то недугом люди полагали на гробницу святителя платки, брали масло из лампады, висевшие над местом его упокоения, воск от свечи, горевший во время панихиды. Когда же они помазывали больное место маслом, прикасались к нему кусочком воска, прикладывали платок с гробницы, то получали исцеление. Полежавшие на гробнице платки в течение длительного времени источали благоухание. Иногда большое покрывало с гробницы разрешали доставить больным домой, которые в благодарность изготавливали новые покрывала и жертвовали их в собор. Описание чудес показывает, что люди прибегали к молитвенной помощи святителя Петерима тогда, когда никакие медицинские средства и усилия врачей не помогали. В 1914 году, в день своего ухода, 28 июля, по старому стилю, 10 августа по-новому, святитель Петерим был причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Именно тогда извлекли честные останки его из земли и положили их в рапу для благоговейного поклонения верующих. На торжества в Тамбов приехало много народа. Среди них был и слепой мальчик с дедушкой. Поклонившись мощам святителя, мальчик воскликнул. «Деда, деда, я вижу!» Свершилось очередное чудо. И много еще чудес произошло и происходило по молитвам Петерима. После Октябрьской революции мощи епископа Петерима, как и многих других российских святых, были кощунственно скрыты почти 70 лет в тесных хранилищах Краеведческого музея. Все это время сотрудники музея не просто хранили, но и прятали бесценные реликвии. Все места, освященные святителем при его земной жизни, храмы, монастыри, колодцы, чтимы народам и поныне. И по сей день по его молитвам получают исцеление и утешение. Субтитры создавал DimaTorzok